МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ЭДНТ продолжает информационная программа Новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. Сельские жители получат возможность быстрого доступа в интернет. О реализации этого проекта говорили сегодня в правительстве республики. Хладогенераторы от республиканских производителей будут долговечны, экологичны и экономичны, обещают физики Дагестана. Международная физическая конференция стартовала в Бахачкале. Рустам Хабилов одерживает пятую победу подряд. Об успехах бойца ведущей бойцовской организации мира сегодня в выпуске. В Дагестане началось устранение цифрового неравенства. Государственный проект под этим названием, реализуемый Ростелекомом, уже ведет строительство семи точек доступа в Сергакалинском районе. Это только начало. Об этом в ходе рабочей встречи с председателем правительства республики Абдусамадом Гамидовым рассказал вице-президент, директор макрорегионального филиала ЮГ, публичного акционерного общества Ростелеком Денис Лысов. Устранение цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения имеет важное значение. Ранее главой страны было дано поручение правительству Российской Федерации об обеспечении современными услугами связи жителей населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. С введением проектов пользования сельские жители получат не только точку коллективного доступа, но и возможность подключить быстрый интернет у себя дома. В ходе встречи говорили о методах и подходах для реализации задуманного, обсудили стратегию по повышению качества связи. Те вопросы, которые, еще раз повторяюсь, касаются власти, правительства, наших всех структур, мы будем взаимодействовать, работать и все вопросы, которые с нашей точки зрения к нам относятся, мы, пожалуйста, готовим по любому вопросу выступать единым планом. В Хасавюртовском районе в рамках КТО нейтрализован одиозный банглаварь Мацаев. Нейтрализованный бандит был причастен к преступлениям в террористической направленности, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Известно, что он руководил осуществлением преступных акций в северных районах Дагестана. Как отмечает работник ведомства, боевику было вначале предложено сложить оружие и выйти без боя, на что преступник открыл стрельбу и ранил полицейского и одного гражданского. С силам правопорядка известно, что нейтрализованный банглаварь был непосредственно причастен к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности, посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у предпринимателей. В настоящее время в районе КТО продолжаются необходимые оперативно-развестные мероприятия и средственные действия. Международная физическая конференция стартовала в Махачкале. Свежие 200 ведущих академиков из разных городов России и стран ближнего зарубежья будут в течение четырех дней обсуждать актуальные проблемы и огласят свежие результаты своих научных работ. О фундаментальных исследованиях в области физики подробнее в сюжете Ларьяны Шамхалаевой. Именитые ученые съехались в столицу, чтобы отметить 60-летний юбилей Института физики Дагестанского научного центра Российской академии наук. И 110-летие со дня рождения его основателя Хабибулы Амирханова. Празднуя гости не забывали и про работу. Профессоры обсуждали фазовые переходы и критические явления в конденсированных средах. Объясняя простым языком, возможно, совсем скоро в нашем быту появятся рефрижераторы безопасного хладагента и окна, сохраняющие тепло в помещении. Наши специалисты занимаются подбором материалов для создания твердотельных холодильников. То есть твердотельный холодильник – это холодильник, который может работать без фреона. Фреон, как известно, считается вредной жидкостью. В прошлом году мы выиграли грант главы Республики Дагестан, который назывался на разработку эффекта теплового зеркала. Это эффект, который нанесение на зеркало наносится специальное покрытие, которое позволяет до 90% экономить потери тепла через окно. Замена традиционных холодильников экологичными, возможно, говорят ученые. Хладогенераторы будут долговечны и экономичны. Их прототипы созданы в десятках лабораторий мира. Однако, по словам специалистов, Дагестан, похоже, опередит своих зарубежных коллег. Мы, кстати, первая в мире, можно сказать, лаборатория, в которой мы исследуем свойства этих материалов близких к тем условиям, которые будут в реальных магнитных холодильниках. До сих пор другие группы исследуют материалы в таких некоторых идеализированных условиях. В Дагестанском институте, как отмечают физики, есть все условия для проведения сложных экспериментов. Однако, зачастую для проверки на практике полученного результата необходимы промышленные машины, например, установки магнетронного распыления и другие дорогостоящие приборы. Научная аппаратура очень дорогостоящая. Вот, скажем, метод роста есть, так называемая молекулярно-лучевая эпитоксия. Это оборудование очень дорогое. Она стоит миллионы евро стоимость. Конечно, такое оборудование достаточно сложно нам. Международная конференция завершится 9 сентября. По итогу мероприятия предусмотрено издание сборника трудов всех участников. В журнале «Физика твердого тела» будут опубликованы статьи спикеров, отобранные оргкомитетом конференции. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Сотрудник ДПС получил условный срок за то, что помешал доставить беременную женщину в родильный дом. Инспектор дорожно-патрульной службы Курбан Карабаданов признан виновным в превышении должностных полномочий. Остановив водителя за пересечение двойной сплошной, он проигнорировал причины действий и стал препятствовать проезду граждан в родильный дом. После этого водитель, действуя в состоянии крайней необходимости, продолжил движение, но проехав примерно 20-30 метров, потерпевший вынужден был остановиться и выйти. В это время к водителю подбежал Рабаданов и, превышая служебные полномочия, нанес несколько ударов жезлом в область лица потерпевшего, причинив ему легкий вред здоровью. Рабаданову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Коротко о других событиях На центральных улицах Махачкалы появятся платные парковки. Целью проекта является увеличение пропускной способности центральных улиц. Так, платные автопарковки обозначатся на улице Держинского, Батырая и Толстого. Автовладельцы смогут носить оплату с помощью банковской карточки и смс-сообщения. В дальнейшем они смогут внести деньги через платежные терминалы, которые будут установлены рядом с паркоматами. Дагестанские производители сельскохозяйственной продукции смогут реализовать свой урожай без посредников. Для этого садоводам достаточно зарегистрироваться на общероссийском интернет-рынке www.selpa.club, показав на карте адрес и точное местоположение. А покупатели уже сами решат, где им удобнее забрать продукты. Приехать садоводу на дом, договориться с ним о доставке или самим собрать урожай на его участке. На стене Махачкалинского здания появится граффити-портрет Расула Гамзатова. Бюст народного дагестанского поэта будет запечатлен на стене одного из многоквартирных домов столицы. Изображения писателя размерами порядка 10-12 метров в длину и столько же в ширину будут рисовать известные художники. Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов ознакомился сегодня с ходом строительных работ обновленного Центра олимпийской подготовки, расположенного на берегу Каспийского моря. Центр возводится на базе уже имеющегося спортивного объекта. Ранее он использовался как учебно-тренировочная база футбольного клуба «Анжи». В настоящее время на огромной территории завершается строительство гостиничного комплекса для спортсменов двух спортивных залов, один из которых на шесть ковров предусмотрен для борцов вольного и грекаримского стиля. Еще один зал возводится отдельно для дзюдоистов. Кроме того, на территории Центра разместится большой плавательный бассейн, футбольное поле, тренажерный зал, воркаут, площадка, а также детско-юношеская спортивная школа и парковая зона отдыха. По словам Магомеда Магомедова, полностью Центр олимпийской подготовки будет готов к сдаче в эксплуатацию к следующему лету. Его финансирование ведется в основном за счет средств, заложенных в бюджет республики, а также средств частных предпринимателей. Пятую победу подряд ведущий бойцовской организации мира UFC одержал дагестанец Рустам Хабилов. Решением судей представитель Дербенского клуба «Чемпион» был сильнее американца Десмонда Грина. На родине бойца встречала и наша съемочная группа. В Махачкалинском аэропорту собрались близкие друзья и одноклубники спортсмена. Все они вместе с ценителями единоборств в эти выходные следили за трансляцией турнира UFC в Нидерландах, где в рамках вечера победу одержали сразу пятеро российских бойцов. Рустам Хабилов, первым из наших атлетов, достиг отметки в 10 боев в американской лиге. А триумф над Десмондом Грином стал для «Тигра» пятым подряд в UFC. Исходом тяжелой встречи Хабилов доволен, учитывая то, что поединок и вовсе был на грани срыва. Во время подготовки, когда я уже кисловодски готовился, я вот на правой ноге порвал мениск и буквально вообще практически ходить я не мог. И в ноги проходить не мог с колен, вообще проходы не отрабатывал, потому что не мог. И только с корпуса боролся, с рук и ударку делал. Амбиции у 30-летнего спортсмена большие, однако получить в сопернике оппонента с громким именем ему не удается. Уже около трех лет Хабилову не дают визу в США. UFC всячески помогает мне, чтобы сделать визу. И они подключают адвокатов, они оплачивают за мою визу, сколько нужно. От них, к сожалению, не зависит это. Это решает департамент, Вашингтон, оттуда это все решается. Ответ они оттуда ждут. Как оттуда ответ придет, они мне сразу дадут визу. И да, да, нет, нет. Просто дело в том, что и не говорят же, ни да, ни нет. Просто я жду уже много времени. Надежду не теряю, буду пробовать еще. В планах у бойца полное восстановление травм, а их накопилось немало. Уже через несколько месяцев фанаты вновь видят в деле дагестанского тигра. Мини-скор он. Мне надо обязательно срочно это сделать, операцию. И заново реабилитацию на плечо сделать, так как я вес, когда скинул, у меня уже, как мышцы я уже убрал, начали эти травмы, начали ныть, болеть. Плечо опять надо реабилитацию делать. Надо, в первую очередь, здоровье поправить, а потом уже подготовлюсь. И выберем соперника такого, чтобы не был такой же, как предыдущий, крепкий, хороший соперник, но он неизвестный. Никакой имени, никакой выгоды от этого боя. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 57 рублей 33 копейки, евро 68 рублей 41 копейка. Еще больше новостей вы узнаете на нашем сайте nnttv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова